Принимают ли велосипедисты амфивитамин? Да, принимают. А с теми, кто утверждает, что не принимают, даже не стоит разговаривать. А ты принимал амфивитамин? Да, всякий раз, когда это было необходимо. А когда это было необходимо? Почти всегда. Так состоялся знаменитый диалог между интервьюером и Фауста Коппи, итальянским велосипедистом 1940-1950-х годов, его считали одним из лучших велосипедистов, которого когда-либо видел мир. Это звучит довольно ошеломляюще, но в те времена это было практически нормой. Многие команды открыто рекламировали свои новейшие, так скажем, технологии в области фармацевтики, с помощью которых можно было получить преимущество над соперниками. Но все изменил 1967 год, когда во время Tour de France умер один из лучших британских велосипедистов Том Симпсон. А после этого выяснилось, что он употреблял амфитамин и началось движение в направлении контроля и запрета всевозможных веществ. И да, действительно, сейчас спорт более чистый, чем в те времена, но допинг-скандалы по-прежнему возникают с удивительной чистотой. Ну и, наверное, самый медийный допинг-скандал, о котором слышали и знают практически все, даже люди далекие от спорта, также связан с велосипедистами. Когда сначала в 2012 году за нарушение антидопинговых правил пожизненную дисквалификацию получил всемирно известный американский велогонщик Лэнс Армстронг. Ну и самое интересное случилось в 2013 году, когда он сам в интервью признался в употреблении допинга и довольно прозрачно намекнул, что в велоспорте он такой далеко не единственный. И порой, глядя на тренировки и результаты элитных спортсменов, в голове невольно возникает вопрос, а как такое возможно? Но в видео я не буду кого-то обвинять или оправдывать, собственно, кто я такой для этого, я просто постараюсь вам вкратце Рассказать о том, что такое допинг, для чего он нужен, как работает и какие есть его наиболее популярные виды, а дальнейшие выводы делайте сами. И да, все эти запрещенные препараты крайне вредная и неприятная штука, поэтому ни в коем случае не употребляйте их. Спортивные результаты состоят из четырех основных компонентов. Мастерство, сила, выносливость и возможности восстановления. И вот совпадение. Под каждую из этих характеристик подходят наиболее сильнодействующие и эффективные формы допинга. Виды спорта, требующие взрывной силы, наиболее восприимчивы к допингу андрогенами, из-за их влияния на увеличение мышечной массы и силы. Тогда как виды спорта, требующие выносливость, больше всего усиливаются допингом гемоглобина, то есть крови, которые увеличивают способность доставки кислорода тканям. Гормоны роста и стимуляторы его секреции, в свою очередь, могут повышать результативность в контактных видах спорта, а также занятиях, связанных с интенсивной физической активностью или тренировками за счет ускорения восстановления тканей после травм. Гормоны остаются наиболее сильнодействующими и широко выявляемыми допинговыми агентами. На них приходится около 2-3 всех нарушений антидопинговых правил. Всего каждый год в среднем на допинги попадается около 3000 атлетов. Большинство положительных тестов связано с широким спектром андрогенов, синтетических, природных и т.д., в то время как пептидные гормоны, стимулирующие ретро-ПС, гормон роста и средства, усиливающие его секрецию, а также переливание аутологичной крови по-прежнему трудно обнаружить. Существует два самых распространенных варианта, как спортсмены приходят к допингу. Первый – это употребление незапрещенных пищевых добавок, которые могут помочь улучшить результат, но дальше хочется еще больше. И вот тут и появляется допинг. А второе – это подозрение спортсменов, что все их оппоненты употребляют запрещенные препараты. Отсюда у многих складывается ошибочное мнение, что раз все употребляют, то и я должен, чтобы быть конкурентным. Ну и плюс ко всему, нередко на допинг спортсмена сажает его же тренер, и иногда это происходит без ведома самого спортсмена. Да, бывают и такие истории. В 1967 году Международный Олимпийский комитет учредил медицинскую комиссию, которая опубликовала свой первый список запрещенных веществ. В 1970-х годах запретили андроген, но это требовало разработки надежных методов обнаружения. И в 1980-х годах появилась так называемая масс-спектрометрия, которая и на сегодняшний день остается стандартом обнаружения андрогенов в моче. В 1999 году МОК учредил ВАДА, суставом и кодексом, представляющим собой согласованный набор глобальных антидопинговых правил. ВАДА вносит в список запрещенные вещества или методы, если они соответствуют любым двум из трех критерий. Критерии следующие. Вещество повышает производительность, вещество вредит здоровью, применение является неспортивным поведением. Довольно размытые критерии на самом деле. Ранее, до 2015 года, за нарушение антидопинговых правил чаще всего можно было получить 2 годика дисквалификации. После же 2015 года наказание ужесточили. Сейчас нарушение публикует 4 года дисквала, но дисквалификация работает не так, как в тюремный срок. То есть, она не для того, чтобы человек, отбывая наказание, думал над своим плохим поведением и как-то исправлялся. Дисквалификация нужна для того, чтобы организм утратил все преимущества, полученные с помощью допинга. Хотя сейчас есть исследования, которые показали, что воздействие андрогенов на мышцы могут создавать длительные или даже постоянные эффекты. И если этот факт будет полностью доказан, то может появиться наказание в виде постоянной дисквалификации. Запрещенные вещества, они запрещенные всегда. Их нельзя принимать ни во время подготовки, ни во время соревнований, ни после. Всего на данный момент существует 15 категорий запрещенных веществ и методов. Вот они все в таблице перед вами. Если интересно, ставьте на паузу и изучайте. Разрешение на терапевтическое использование Наверное, одна из самых любимых тем, которые вечно обвиняют норвежских лыжников. При этом как-то совершенно не обращают внимания на то, что подобные исключения есть не только у норвежцев, но и у многих других лыжников. Но тут, как говорится, в чужом глазу соломинку ты видишь, в своем. Ну вы поняли. Действительно, история с терапевтическим применением имеет место быть. В редких случаях разрешение на терапевтическое использование может быть выдано элитному спортсмену, у которого есть реальная медицинская потребность в терапевтическом применении запрещенного препарата. Это освобождает спортсмена от положения кодекса о строгой ответственности и позволяет ему участвовать в соревнованиях во время продолжающегося необходимого лечения. И вот в чем нюанс. Разрешение на терапевтическое использование выдается национальной антидопинговой организации. На основании независимой экспертной оценки действительного задокументированного диагноза. После тщательного рассмотрения могут быть выданы разрешения на терапевтическое использование для лечения тестостероном, глюкокортикоидами и инсулином. Но очень редко имеются действительные медицинские показания для ретропоэтина, гормона роста или ФР1 у элитных спортсменов. И вот что в этой истории бросается в глаза. То, что разрешение на терапевтическое использование выдается не централизованно каким-нибудь специальным органам ВАДА. А все это отдается на откуп национальным антидопинговым организациям. Поэтому вероятность того, что терапевтические разрешения выдаются не совсем по назначению, очень и очень велика. С этим не поспорить. А теперь вернемся к нашим астматикам. Лекарство сальбутамол. Или как его называют на западе альбутерол. Действует путем расслабления мышц, выстилающих бронхи, что позволяет большему количеству воздуха поступать в легкие. Спортсмены, которые действительно страдают астмой и используют ингаляционный сальбутамол и правда получают некоторые преимущества на другим, так как дольше могут соревноваться без задышки. Но как насчет спортсменов, у которых клиповые диагнозы? Согласно исследованию в журнале Sports Medicine, применение ими сальбутамола в виде ингаляций никакого эффекта на повышение производительности не оказывает. Но не спешите расстраиваться, ибо здесь все зависит от того, каким образом лекарство попадает в организм. И если сальбутамол принимать рорально, то есть в виде таблеток или путем инъекций, то тогда да, ваши физические возможности вырастут. А еще есть клинбутерол, хотя ладно, я думаю вы и так все поняли. Как я уже говорил выше, спортивные результаты в основе своей имеют 4 компонента. Мастерство, сила, выносливость и способность организма к восстановлению. И поэтому наиболее эффективные и запрещенные препараты направлены на улучшение именно этих параметров. Есть препараты, уменьшающие тревогу, тремор, невнимательность или усталость. Они идеально подойдут, скажем, для стрелков. Есть допинг, направленный на улучшение взрывной, кратковременной, анаэробной силы. Другие препараты стимулируют ваши аэробные способности. И, наконец, есть допинг, который ускоряет восстановительные процессы. Часто спортсмен может принимать сразу несколько таких запрещенных препаратов. Ну а теперь давайте разбираться, что для чего и как работает. Первыми в нашем списке будут андрогены. Их есть множество видов, но для того, чтобы вы лучше понимали, вот вам самый яркий представитель. Тестостерон. Клиническое исследование с широким диапазоном ДОС тестостерона показали, что он увеличивает мышечную массу и силу. Если просто вводить тестостерон, при этом не выполнять никаких физических упражнений вообще, мышечная масса и сила все равно увеличиваются и довольно существенно, вплоть до 10%. Но в совокупности с физической нагрузкой можно достичь просто невероятного увеличения от 20% до 37%. Андрогенный допинг может быть как прямой, так и непрямой. Прямой допинг андрогена включает введение тестостерона, природных или синтетических андрогенов. Тогда как непрямой допинг андрогенов включает множество неандрогенных препаратов, которые увеличивают андрогенный тестостерон. Название конкретных препаратов я тут озвучивать не буду, чтобы кто-нибудь не подумал, что это нехорошее. Но в целом, сейчас обнаружение андрогенного допинга становится все эффективнее. И часто спортсмены, которые попадаются на нем, принимают его просто по ошибке своей невнимательности, используя какой-нибудь препарат или пищевую добавку, не ознакомившись с составом, в котором находится запрещенное вещество. Но опять же, по крайней мере, оправдания звучат всегда именно так. Тем не менее, высочайшая эффективность андрогенного допинга в силовых видах спорта побуждает придумывать все новые пути и методы его использования. Они включают в себя использование незарегистрированных синтетических андрогенов, новые непрямые методы допинга андрогенов и микродозирования натуральных андрогенов во время тренировок вне соревнований. Конечно, микродозирование снижает эффективность запрещенных препаратов и при этом все равно сохраняется риск обнаружения и дальнейшей дисквалификации спортсменов. Но, видимо, это не особо останавливает желающих. Допинг гемоглобина включает либо прямое переливание крови, либо непрямые методы повышения гемоглобина путем стимуляции эритропоэза посредством введения эритропоэтина, его аналогов или меметиков. Повышение гемоглобина полезно в аэробных видах спорта, требующих выносливости, таких как шоссейный велосипед, бег на длинные дистанции, лыжные гонки и т.д. Максимальное потребление кислорода в основном определяется сердечным выбросом и переносом кислорода кровью к мышцам. О том, что переливание крови улучшает способность организма переносить физические нагрузки, сообщалось еще в 1945 году, но научные подтверждения были получены только в 1972 году. Сообщалось об экспериментах на здоровых добровольцах, перенесших флеботомию или повторное переливание крови с определением максимального потребления кислорода, вызванного физической нагрузкой, до и после каждой процедуры. Результаты однозначно показали, что МПК сильно коррелировало с изменениями гемоглобина. В последствии в 1970-80-х годах, до его запретов в 1988 году, переливание крови стало широко распространенной практикой в шоссейном велоспорте и лыжных гонках. Если говорить в цифрах, то применение подобного допинга повышает производительность атлета на 6-7%, при этом эффект сохраняется как минимум 4 недели после применения. Переливание крови может быть двух видов. Гомологичная – это когда используется кровь другого человека и аутологичная – когда используется собственная кровь спортсмена, которая заранее была забрана. Переливание делается перед соревнованиями и приводит к резкому повышению циркулирующего гемоглобина. Переливание гомологичной крови – довольно простой процесс. Однако при выполнении неподготовленным персоналом в неклинических условиях существует риск трансфузиозной реакции, инфекционных заболеваний, передающих через кровь, и перегрузки железом. Напротив, аутологичное переливание снижает риски для здоровья, но само по себе требует более сложных манипуляций. То есть, кровь нужно забрать заранее, и после забора крови какое-то время спортсмен должен восстановиться. На практике борьба с кровяным допингом началась в 1997 году, когда международными федерациями лыжного спорта и велоспорта было введено тестирование на гематокрит. И если его уровень у спортсмена превышал значение 0,50, то его не допускали до старта. Но каких-то санкций против атлета тогда не применялось. Он просто пропускал один старт, и все. Если перед следующей гонкой показатель приходил в норму, то спортсмен снова участвовал в соревнованиях. Поэтому из-за повышенного риска обнаружения и рисков для здоровья, гомологичное переливание крови в настоящее время в значительной степени уступило место аутотрансфузии. Самым большим пробелом в существующих антидопинговых тестах является отсутствие специального теста на выявление аутологичного переливания крови. Но так, есть косвенные методы, но они имеют очень короткое окно обнаружения. То есть работает, если спортсмен использовал аутотрансфузию непосредственно перед стартом, и тест сделали сразу после финиша. Только в этом случае удастся установить факт применения допинга. Либо же, как в случае с небезызвестным казахстанским лыжником, вас, так скажем, ловят с поличным. Это были прямые методы повышения гемоглобина, сейчас поговорим о непрямых. Непрямые методы повышения гемоглобина включают в введение рекомендантного и по человека или его аналогов, а также препаратов, имитирующих гипоксию или искусственных переносчиков кислорода. Похожие, но незапрещенные методы включают в себя высотные тренировки или их имитацию путем сна в гипоксических помещениях, но они менее эффективны, чем допинг гемоглобина. Побочные эффекты рекомендантного и по хорошо известны медицине и они довольно-таки серьезны. К ним относятся сердечно-сосудистые осложнения, включая венозную трампоэмболию, инсульт, гипертонию, инфаркт миокарда. И все это богатство может привести вас к преждевременной смерти. При применении эритропоэтина повышается гематокрит и с ним вязкость крови. И именно этот факт считают причиной смерти многих молодых европейских велосипедистов в 80-х годах 20-го века. Кроме того, использование рекомендантного и по может привести к истощению запасов железа. И это ограничивает, угадайте, что правильный синтез гемоглобина. Поэтому спортсмены могут также использовать пероральные или инфекционные добавки железа, которые несут свои собственные риски, такие как потенциально неблагоприятные эффекты внутри венных добавок железа в виде усиленного окислительного повреждения ткани и избыточной смертности при хронической почечной недостаточности. Да, в общем, все это довольно опасно. Гормон роста является стимулятором роста ткани у детей, но после полового созревания он является преимущественно метаболическим гормоном. Но в отличие от андрогенного и кровяного допинга, чья эффективность научно обоснована и есть конкретные цифры, на сколько процентов с их помощью можно улучшить свои результаты, то вот с гормонами роста дела обстоят немного по-другому. Эффекты гормонов роста, скажем так, остаются не совсем доказанными и в какой-то степени спекулятивными. Преимущество гормонов роста в спорте заключается в увеличении мышечной массы и сил, особенно в сочетании с эндрогеном и улучшении заживления тканей с более быстрым восстановлением как после серьезных травм, так и при незначительных повторяющихся травмах. Что точно доказано, так это то, что гормон роста стимулирует увеличение мышечной массы и снижение жировой. При этом, если мужчина сочетает гормон роста с внутримышечными инъекциями тянутана, то прирост нежировой массы за 8 недель может достигать 6 кг. При этом утверждение, что гормоны роста помогают заживлению и восстановлению после травм, тоже вызывают некоторые дискуссии. Была медицинская практика, когда людям с ожогами и переломами вводили гормоны роста, но из-за того, что преимущества в заживлении были небольшими, но при этом появлялись побочные эффекты, в частности гипергликемия, то широкого применения в клиниках такая практика не нашла. Но когда мы говорим о научных исследованиях, мы должны отдавать себе отчет, что добровольцам вводят умеренные дозы вещества, тогда как спортсмены, которые принимают допинг, могут кратно увеличивать дозу, и в этом случае преимущества могут и будут очень серьезны. Но мы переходим к ФР1 и инсулину, про них много говорить не буду. Основные преимущества использования подобных препаратов заключаются в анаболических эффектах, но опять же, с научной точки зрения, есть некоторые сомнения в их эффективности. А вот риски для здоровья очень велики. С точки зрения обнаружения данных препаратов, мнения также расходятся. Одни говорят о том, что обнаружить их очень легко, другие, что при грамотных дозировках обнаружить их практически нереально. Очевидно одно, они привлекают спортсмена своей доступностью. Достать их нет абсолютно никакого труда. Из-за того, что андрогенный и кровяной допинг очень строго контролируются, и принимать его становится довольно дорого и сложно, спортсмены, тренеры продолжают искать другие варианты, а черная фармацевтика им в этом успешно помогает. Именно таким образом на рынке допинга появились пептиды. Применение данного допинга направлено либо на высвобождение гормонов роста, либо на увеличение секреции гормонов роста. И в их случае также есть вопросы касательно научной обоснованности, эффективности их применения. А в заключении хочется сказать, что верить в кристально чистый спорт высоких достижений очень наивно. Но если вы все-таки можете принять такую не самую приятную действительность, то должны прекрасно осознавать, что распространяется она и на наших спортсменов тоже. Кричать о том, что весь мир на допинге, а мы одни чистые, это, конечно, ваше право, но при этом это ваше огромное заблуждение. А на сегодня всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.